Лучше за шейку держать, но поддерживать На первый раз вижу, если честно, на руках Даже у меня так редко лежит Не думала никогда, что буду держать на руках Дверь ломится вот так, на дверь Он реально камеру не дает взять Ты какой живой, он такой малюточка Да, но комплексом маленького роста не страдает вообще Ну да, я представляю Проблем с этим нет И разница в весовых категориях нас никогда не пугала В общем, бойцовский характер идет прям на пролом Если ему что-то не нравится Какой красавчик Прям смотря в глаза А кусается? Как надо, в полный рост Может, да, укусить? У него специфика такая Сначала кусает, а потом еще рвет Агрессивно, достаточно зверь Да, поближе Он сейчас в кадре разорвет лицо Вот это будет контент Смотри, какая она добрая, зато наесу А может, нас сюда заманили на самом деле Да-да, я могу снимать Приходите Вот так Освобождаем холодильник Ты снимаешь все? Мы шутим Привет, ребята Я Энни Мэджик И это моя новая рубрика Необычные домашние животные Это Милана И мы пришли к ней в гости Чтобы рассказать вам Про вот это вот чудесное Очень необычное домашнее животное Так что, если хотите еще больше необычных питомцев Ставьте лайк обязательно Голосуйте в вопросе И в комментариях пишите Свои впечатления от этого чуда Свои вопросы И кого вы еще хотите увидеть в этой рубрике Погнали! Почему, в первую очередь, вы решили завести такое животное? Ну, у меня всегда были экзоты И есть у меня одна страсть Я люблю большие уши у зверей Я сейчас не знала даже его существованию Я тоже не знаю Не видела как нарисованную картинку просто У вас кто-то еще был, кроме феньков? Были африканские ежи, шиншиллы, черепахи, красноухие И вот вы решились завести феньков Он специфический внешний И внутренний оказался еще более интересным Многогранным Потому с ним вообще не соскучишься Потому что это ходячий мультик, если честно Такое животное сколько стоит в норме? В среднем Стоит 3000 долларов Есть один питомник, который их разводит официально И вот там вот в этом питомнике На них очередь год Мне какой-то просто космический случай подвернулся Я в день, в день приехала И взяла Кузю Потому что его оплатили И ждали пока он вырастет Но хозяин умер Кстати, у Кузи есть инстаграм Сколько у вас подписчиков? 164 тысячи, по-моему Вот так что идите и подписывайтесь Если хотите увидеть, как ведет себя Кузя в обычной жизни Его классные фоточки Мы ссылочку оставим в описании Сейчас он очень спокойный такой Прям сидит на ручках Очень миленький Не верьте ему Вы пожалели о том, что завели лису? Ну, я его безумно люблю И любовь все закрывает Но без любви здесь никак Потому что это не кошка, не собака Он везде лезет, роет постоянно Очень шебутной Ему нужна своя комната в идеале Потому что на ночь его оставить просто в квартире Бегать нельзя Потому что везде залезет очень пытливый ум С лавками все роет, рассматривает Потому что квартира вверхном будет перевернута Издает очень странные звуки Похожие, когда вы камни накидываете И дрове Вот так вот это звучит Да, это когда он бегает И на всю квартиру, да И когда бегает, и просто воет Что-то ищет, да? Да, да Ну и ко всему же еще он стайный Поэтому ему нужен друг У нас регулярно были сменщики Сначала собака с ним жила Те, кто ко мне приходят в гости Он начинает их изживать Если честно, даже меня изживает из квартиры У него очень хитрая своя тактика Он сначала Как он отжимает себе площадь Он сначала очень миленько ложится клубочком Вот так вот хвостиком накроется И выдохуйся сюда Да, умиляешься Дальше он начинает огрызаться и не подпускать Вот это вот так вот с креслом у нас было После этого он начинает еще метить это кресло Чтобы путей уже назад не было 24 на 7 Ты должен просто постоянно с ним Как бы внимание, контакт уделять ему все время Абсолютно верно Но многие их держат в клетках Покупая большие клетки Чтобы на ночь закрывать Мне жалко И я вот просто спасаюсь тем, что накрываю диван, кресло пленкой Толстой такой парниковой Чтобы он не продрал ее когтями Чтобы он не написал просто И вот в этом живу И с утра вот опять же разбираешь Потом вечером накрываешь Смотри, как он на тебя смотрит У него, да, очень осознанный взгляд на самом деле Вообще прям четко видно, как он смотрит Что ест? Все Ну, как нужно правильно кормить сухой корм Комбинировать его с каким-то мясом Курица, индейка, перепелиный яйц А есть специальный сухой корм для лис? Кошачий? Корм для кошек, да Ну, в общем, очень качественный какой-то корм С мясом, со свежим, да? Да, да С сырым И сверчков, вот таких вот всяких вот Тараканчиков, жучков Кого они могут в лесу поймать, да? Да, ну вот я недавно экспериментировала Купила ему живых сверчков И он не стал есть Он их не стал есть У меня жило 150 сверчков помимо лисы Две недели Не стал есть, ему нравилось на них смотреть Наблюдать, играть, да? Да, он их с ними играл, подгонял их лапой, но не ел Вот мороженых ест Запах от него, куда он ходит, в туалет вообще? Или вы гуляете с ним на улице, на шлейке, на поводке? Вы вообще гуляете? Ну, гуляем, да, периодически гуляем Но не совсем в холодную погоду Потому что им комфортно 20 градусов, так, ну 15 минимум А Финьки это кто у нас? Откуда они? Африка Из Африки, да? Из пустыни, да Вот, писает на пеленку и везде А везде это как? Ну, везде это по чуть-чуть, вот он метит А, территорию свою, да? Я потом немножко опомнилась, думаю, надо с этим что-то делать Хотя бы надрессировать его как-то Пыталась вызвать кинолога Мне сказали, мы даже не приедем, потому что это бесполезно Это дикий зверь, но как вы его будете? Кузя, это его дом, да? Да, да, он знает свое имя, откликается Ой, как классно, как он разговаривает Очень радуется с утра, когда приходишь к нему Начинает махать хвостом, визжать Кунь, надо было тебе вкусняшку принести Что это такое? Тебе нравится камера эта? Видите? А у него есть игрушки? Да, есть, сейчас покажу Он ненавидит, когда моют полы И когда я вот что-то убираю А может это он так играет с вами просто? Ну вот, когда он разбегается и со всей дури вцепляется Куда бог пошлет зубами Руховым аппаратом в спину Я не думаю, что он играется Прям сильно, критично шрамы остаются Иногда шрамы остаются Копает этот пол у меня уже дважды Ну вот так вот мы ходим нормально, ничего Да, дважды перекрыт лаком И вся мебель выносилась, и мы закатывали просто два раза Потому что пол ореха еще надо Просто психи Мунь, смотри, игрушка, рыбка твоя Ой, лисера Почему назвали его Кузя в итоге? Просто, а, потому что домовенок будет Домовенок будет, да? Домовенок будет, да Ну иди к хозяйке своей Излюкай, излюкай собаку Иди к хозяйке Да? Излюкай, излюкай Не настолько стереть, когда я его беру Я его спокойно, без подушек в руки забираю Когда никого нет Он меня знает Какой у него вообще режим дня? То есть, как он, во сколько он просыпается Во сколько он засыпает? Вообще, по природе своя не ночные То есть, днем они спят Ночью они бодрствуют Но его можно переместить на дневной образ жизни То есть, это вопрос времени и воспитания, опять же Я просто работала в этот период его детства И немного недовоспитала Потому он у меня такой полудикий И, на самом деле, есть гораздо более ручные феньки Я видела разных феньков в инстаграме И видела прям таких, которые чуть ли не кошки Кошачьи практически Да, 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 так и есть Но, опять же, как воспитывать? Когда я нахожусь дома, он со мной днем бодрствует Мы с ним играем Он очень любит, когда какая-то бежука дома происходит Уборка, перестановка Он во всем участвует, все открывает, бегает Прикольно Вот, если у меня нет дома, он днем спит А ночью выносит мозг Вот это стандартная схема Ночью не сплю я А вот еще любят очень прятать еду Своровать со стола и запрятывать Кстати, со стола прям на стол залазит? А, вот, они прыгают высоко Он запрыгивает мне вот на эту барную стойку с пола Ребят, чтобы вы понимали, как бы Вот То есть, вот так он может сюда залезть Да, на столе ничего быть не должно Прячет, куда бог пошлет, опять же, под подушку Да, то есть можно просто сесть в один прекрасный день и достать из-под себя куриную босточку, да? Регулярно 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 Это будет с вами все А, каждый день, да? Понятно Только на фоточках ты такой милый, да? Вот именно это большое заблуждение наших подписчиков Какой милый, милый Вы ездите куда-то? С ним нет Или вы не можете его с собой взять по каким-то причинам? За границу вы имеете в виду И за границу, и вообще? Может, вы по России куда-нибудь путешествуете? На машине? По России путешествую, как недалеко, куда-то за город, так вот, конечно, беру в переноску Он ложится спокойно в переноску и спит А на самолет? За границу? Я не пыталась даже, потому что они под охраной в Красной книге То есть там три градации животных Есть которые на грани вымирания Есть маленькая совсем популяция И есть которые просто подконтрольные Вот он находится к подконтрольным У нас они продаются О, вот так вот, ребята, феньки, получается, под контролем в Красной книге находятся В России они продаются Их много в Японии Есть они в Америке Вот у нас подписчиками, я смотрю В Японии их точно очень любят Пойдите на ютубе, посмотрите феньков Там вообще просто У них очень много вот этих лисичек Ну, они, они, потому что Да, я видела ролики по шесть Просто Лиза, они все орут Он сидит за компьютером Они просто его облепили вот так вот Вот, а в остальных странах мира они запрещены И то есть, ну, как-то можно ввозить их Это долгий процесс А если вот кусает, он вот реально вот прям больно Очень больно Больно, да? Очень Я просто хотела взять на ручки И подумала, ну, раз уж укусит, ну и пофиг Он насквозь идет, даже не моргает Вот, знаете, как терминатор Вот так вот с каменным взглядом идет тебя тяпнуть Но на самом деле, если объективно, ребят, да То вы бы должны заняться каким-то воспитанием, да Его, чтобы вот так он Но великая большая любовь не позволяет Ну, как это? Или вы просто понимаете, что если уж кинологи сказали, что мы ничего сделать не будем То и как бы вы тоже уже Да и ладно, да, пусть кусается Ну, это в том числе Нет, с детства можно было как-то это все отредактировать А сейчас уже поздняк метаться, да? Да, чтобы, может быть, не кусался, но сейчас поздно Вот любопытство, оно, конечно, всегда подводит Невзирая на страх, лезет Кузя Хотели бы 10 пеньков? Нет Искренне, нет Нееет Она тогда на самом деле такая Нет, а внутреннюю нет Господи, спасибо Нет, зачем? Что-нибудь для вас такое или стыдное, или нелепое Что-то такое прям, или смешное очень Так чудит, но квартиру рушит, что трэш Когда он у меня, я на переговор опаздывала и спала там 2 часа и встала Вот такая, даже не засыпая Воскресло, можно сказать, я не встала И выхожу в комнату А он очень любит сыпущие вещи И он как-то вскрыл муку И вот это вот все просто Кошки, кстати, тоже очень любят все сыпучее Да, хлеб весь разметал по всему дивану Это был психотрэш просто Психо? Спокойно, Мунь, спокойно, не злись, не злись, смотри Все хорошо, тебя никто не обидит Шипишь? Ты шипишь? Ты бы вдохнул на самом деле Да? Мунь, иди сюда Мунь 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 О, я тоже дернулась, его напугало больше Скажи что-нибудь Скажи Да? Это что за звук такой? Даже я так не слышу Мунь 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 А зачем им такие уши? Они служат... Читали вы? Да, природный охладитель с помощью кровеносной системы, которая здесь есть у сосудиков. Они регулируют температуру их. Ну и плюс слышать мышек, всяких жучков. У него еще такие глаза, если приглядеться такие, как у змей, вот эти вот полосочки. Вот это его внутренняя суть просто проскальзывает периодически, она говорит, ну и змеюга. Он в душе просто змея. А надо, чтобы он меня видел, да? Ну вот лучше, да, я. Лучше за шеей подержать вот так, ну, поддерживать, чтобы... Чтобы, если что... Ну да, контролирует. Ну, ну что... А спит с вами или так, вот просто, где спит? Иногда со мной, иногда где вот ему удобно. А он кастрированный? Нет. Нет, я не знаю. А собираетесь кастрировать? Нет, это, во-первых, нужно делать до определенного возраста, и уже поздно, но я намеренно это не делала, потому что жалко вошь животное, плюс он не столь известен для в России, и как определять кастрировку наркоза, но там много нюансов. Опасно может быть просто-напросто кастрот. Я-то боялась. На первый раз вижу существо на руках. Да? Потому что он даже у меня так редко лежит, да. Растекся просто. Если у вас есть животное, которое нужно расслабить, зовите меня в дом. Я приду и сделаю ему массаж. А на еду не приманивается? Приманивается на еду, да. Ой, это у нас была история, ты у меня убежал, когда мы с ним гуляли. То есть еда это тоже одна из хитростей, да? Да, он убежал на большой территории загородной, там было где-то порядка 4 гектаров, а он не подойдет, если его будешь звать, если он убегает, то убегает. И мы его ловили 14 часов. Офигеть. Пятером 14 часов ходили, искали, а это была еще и в ночь ситуация. Ночью? Это вообще было. Потому что я пока искала лису, я нашла уже ежа, какого-то дикого, которого прочесала, он даже не убежал. Нашла 6 кошек. Лисы не было. В итоге нашли, но вымануть удалось только хлебом. Он на хлеб подлез, я просто схватила вовремя. Если бы не хлеб, все, это уже. Подписчица у нашей тоже убежала лиса, они с ним на юг поехали, шлейка расстегнулась, и все, и с концами. И все, и не нашли. Они не возвращаются, если убегают. Ты красивая. Ты весь стек, уже лапы даже вот повесили. Муня очень любит хлеб у нас. Вот хлеб у нас страсть просто своровать целый батон и удирать с ним. Батон больше своего Кузя. А, прикол. Главное, ни одного цвета с этим батоном еще вот это, мне кажется, роднит душу. Он просто такой, брат! Брат, ты что бежишь? Брат, поднимайся, брат, бежим. А вот он такой, батон такой, просто такой батон. Он такой, брат, бежим, брат! Брат, они тебя слезят! Короче, у меня есть канал, где я озвучиваю животных. Вот вы мне можете присылать видео. Мы придумаем Кузьме голос, и он просто будет с батоном мчать. Такой, батончик у глаза нарисую. Он такой, брат, я тебя спасу! Батон такой падает. Беги и иди без меня дальше. Как в этих фильмах, во всех экшен такой. Честно, оно абсолютно так и есть. И хвост повисло, вы повесли. Мунь, я тебя не узнаю. Ой, лисера. Мунька. Мунька. Не думала никогда, что буду держать на руках лисенка. Мы когда гуляем, конечно, гулять спокойно не получается, потому что каждый, кто говорит, ой, ты пусенька какой! А Кузя сам по себе, натура такая жесткая, такой, говорит, Сама пусенька! Как это вы с отбрались здесь своими пусеньками, утипотями! Мунька. Кузьме. Забываешь, что ты с ним играешь, воспринимает это как нападение. Как войну, да? Как войну, и тут уже просто он бежит на пролом. Я уже какие-то кидала с него пробовать с подушками, чтобы хоть как-то остановить. Он за тобой дерет просто изо всех сил, хочет грызться в тебя. Захлопываешь дверь, он в дверь ломится, вот так на дверь нападает. Он на тебя так реагирует. Кузьма. Кузь. Кузьма. Ты красивый. Не злись, не злись. Он просто может оттяпнуть. На самом деле, первый раз честно абсолютно говорю, бишь, чтобы так спокойно реагировал зверь, потому что даже у меня он так на руках редко лежит. Энергетика у вас какая-то хорошая. Ну не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Ну ладно. Я камеру хотела взять. Все. Отжалывайся, а это отжимает. Он реально камеру не дает взять. Мунь, стой. Муня. Все. Ну что ж, ребят, мы сегодня побывали в гостях у Миланы с Кузей. Подписывайтесь на их инстаграм, на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы свои задавайте. Все, увидимся. Спасибо еще раз вам. Пока. Пока.